Ребята, всех приветствую на моём канале. Меня зовут Евгений. Слушайте, у меня сегодня выходной. Я думаю, я сейчас возьму велосипед, покатаюсь по городу. И что вы думаете, ребят? В общем, захожу в интернет, смотрю, я сейчас ноутбук перед собой взял. Смотрю, у меня вконтакте висит какое-то непрочитанное сообщение. Думаю, господи, кто-то мне пишет вконтакте, это сто лет там уже не было. Ребят, смотрите, что написали. Привет, твой друг сидит на веб-сайте, мастурбирует и получает за это деньги. И к этому сообщению, ребят, приложили видео. Оно, ну, сколько, 22 секунды. И там моя одноклассница Галька, собственно, делает то, что написано в сообщении. Я, естественно, думаю, так, это тема для нового ролика. Тут же одеваю новый свитер, подаренный мамой. И думаю, надо ребятам снять и рассказать вообще, что я думаю по поводу этой темы, шантаж, да. Что бы я сделал, если бы меня шантажировали, и какие бы я рекомендации вам дам, если вас все-таки шантажируют. Хорошо, ребят? Поэтому давайте поговорим. Касательно этого видео, то, что мне прислали, это сообщение. Я, конечно, хотел написать этому человеку, сказать, ну, вообще поговорить с ним по-мужски, так сказать. По-жёсткому, да, предупредить его о последствиях. Но не смог, ребят, не смог, потому что его страница удалена. Хорошо. Пару слов про Галю скажу. Ребят, конечно, когда я это всё увидел, у меня первая мысль была, что вынудило Галю пойти вот на всё это. Ребят, потому что я не вижу профессионализма. Я не могу вам показать ролик, потому что его YouTube заблокируют, да. Ну, вот какие-то, какая-то страшная кома, это ободранные, засталенные обои. Это Галя какая-то белая вообще, как смерть просто, хоть в солярии бы сходила. Трусы застираны, эти стринги или что там у неё. В общем, ну, кто за это заплатит большие деньги? Ну, там, ну, не знаю, сколько она зарабатывала. Ну, однако, вот видите, она этим занимается. И, соответственно, вот так нужны деньги, что она вынуждена это делать. Пару слов про Галю скажу. С Галей мы учились вместе в школе. Хороший человек, всегда поддерживала меня, открытый человек, не шаблонный, мыслила свободно, всегда делала какие-то вещи, шла наперекор, там, как и я, собственно, да. Я особо-то никогда никого не слушал. Учителя мне говорили одно, я делал другое, и я считаю, что это правильно, ребят. У меня было своё мнение, как и у Галли. Поэтому я, в принципе, и добился того, чего добился. Потому что я чётко знаю, что я хочу. По поводу Галли, ещё раз пару слов скажу. Значит, детство было у него тяжёлое, мама бухала, ребят, бухала. В семье было пятеро детей, причём последний ребёнок был не от папы. Папа тоже алкоголик, периодически ездил в Россию на заработки. Приезжал, там у них какие-то деньги водились, там, неделю-две, а потом опять денег нету. Опять занимали, опять папу в Россию там отправляли, в общем, автостопом. Короче, проблем, Галя, скажем так, почувствовала ту жизнь со всех её сторон. Не самых лучших. Вот так. Сейчас она замужем, растит сына, муж алкаш. Она работает, тянет эту семью. Ой, на птицефабрике где-то работает, там, кур с курами. В общем, если бы, если Галя, ты увидишь это видео, позвони, пожалуйста, не стесняйся, я тебя поддержу, я реально тебя поддержу, потому что я тебя понимаю, что у меня в хорошей жизни это всё случилось. Вот так, ребята. Хорошо, давайте сейчас поговорим на тему шантажа, да, ребят. Что делать, если вас шантажируют, что я буду делать, если меня будут шантажировать. Ребят, я вот, видите, я не подготовился, листика бумажки нет, поэтому давайте сейчас будем с вами вместе рассуждать. Ребят, ну, во-первых, за что меня можно шантажировать? Я ничего не украл, я всё сам заработал, ребята. Вот эта комната, вот эта кофта, те на ушки телефона, которые я снимаю, всё заработано честными мозолями, ребята, да. За что меня можно шантажировать? Ребят, я, а, ребят, вот смотрите, я вам рассказываю про закаливание, да, о том, что ребята, нужно закаляться ни в коем случае ни в одежде, ни в трусах, ни в купальниках. Ныряйте в проруби голыми, голыми это ваше здоровье. Тепло лучше распределяется по организму, энергия лучше, так, ну, как более равномерно, да, распределяется, поэтому ни в коем случае не в одежде. Скорее всего, меня кто-то может заснять, голеньким, да, и сказать, типа, Женя, ай-яй-яй-яй, мы-то сейчас всем покажем, плати нам деньги. Ребята, что бы я сделал в этом случае? Ну, сейчас вы понимаете, что это мои фантазии работают, да? Как мне можно шантажировать? Ребят, я бы сделал этот случай, я прекрасно понимаю, что с той стороны смартфона, экрана сидит человек со своими проблемами и страхами. Я бы на этом поиграл бы очень сильно. Я бы сказал бы, что ни в коем случае, пожалуйста, 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 не давай, не давай, никому не показывай, нет, не дай бог, кто-то узнает. Я найду тебе деньги, я должу, я перезайму, только пожалуйста, не показывай. Дай мне день-два, мне нужно найти эту сумму, у меня просто платеж в ипотеке сейчас прошел, потерпи, пожалуйста, я все переведу. То есть я прекрасно понимаю, что эти 2-3 дня человек будет нервничать, переживать Ему тоже страшно, он же понимает, что он противозаконные действия делает И после того, как я его помучил, я ему написал, что Ты знаешь, я принял решение написать заявление в полицию В общем, факт шантажа уже зафиксирован Участковому я передал, день-два с тобой свяжутся И еще скинул бы, знаете, статью, выдержку последствий шантажа Ну, в Яндексе скопировал бы Вот я так бы сделал бы Хорошо, ребята, что бы я сделал, если бы обнародовали какую-то Я не знаю, ну что можно про меня Ну что-то, какую-то вещь такую жестокую обнародовали Что все узнали, родители мои узнали, преподаватели Ну все-все-все узнали про меня Что я тоже, оказывается, пукаю, какаю Что я выделяю, у меня выделяется пот Ну я не знаю, какую-то такую вещь жизненную Ребят, я бы сказал бы На месте Гали, я сказал бы Ребят, на самом деле У меня страницу ВКонтакте взломали Меня шантажировали Все, что вы видите, это все постановочно Это не я Вы можете просмотреть еще раз внимательно ролик Увидите, что это не я, что это парик Что это все накладное лицо Это грим И имейте в виду, ребята, что страница взломана И я меняю пароль, ее все равно взламывают И сейчас некоторым даже какие-то там СМСки приходят с кодами Они вводят эти кода У них списываются деньги с карточки Поэтому, ребята, нужно просто пережить этот момент Вот такое безобразие Творится у меня на странице ВКонтакте Вы мне сейчас скажете многие Женя, вот ты бредящим сказал Ребят, может быть, однако Люди всегда верят в лучшее Ни в коем случае никогда не признавайте Да, 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 это так Нет, меня взломали, все Никакой правды Не давайте эту правду Никому она не нужна, эта правда Люди хотят чувствовать вас Скажем так Когда происходит вот это Что люди испытывают? Люди испытывают страх О том, что вы какой-то не такой Что вы можете переступить Через какие-то моральные принципы И где-то вообще рубануть так Что и меня спалить можете Понимаете? Поэтому дайте людям безопасность Дайте понять, что вы такой же, как и все И это вранье нужно Чтобы люди были спокойны И вы были в безопасности Понимаете, да? Поэтому врите, вообще не бойтесь Врите, обманывайте Вот так Вот так, ребята Ребята, мои зрители Коршуны Коршуны Коршуны, знаете, что я хотел сказать еще? Я вот сейчас вспомнил про случай Про Дюбу, помните? Когда обнародовали его Вот этот видеоролик Где он там? В общем, за этот видеоролик У него просили 5 миллионов долларов Взятку, да? Шантажиста какой Сумма-то крупная, ребят Ого, я такие деньги Никогда в жизни не держал Последствия для Дюбы Ребят Я честно скажу, что Я в футболе не силен Хотя я учился БГУ, ФК Однако Вот футбол это не мое И из футбола Я знаю только Зенит Но в Питере живу, да? Знаю Спартак и Динамо Причем Динамо Это стадион Рынок Рынок Динамо Мы с мамой ходили Когда в Минске жили В общем, ребят Такие у меня ассоциации идут Однако после этого скандала С Дюбой Я узнал Кто такой Дюба Я прям Даже заходил у него В инстаграм Я уверен, что у него там Прям подписчиков Прибавилось Последствия, конечно Для него С одной стороны печальны С другой стороны Все узнали Кто такой Дюба У него популярность выросла Соответственно Он может сейчас Зарабатывать на рекламе Большие деньги Я вам показываю Просто обратную сторону медали Еще Что хочу сказать про Дюбу Ребята Я Черной завистью Завидую этому человеку Знаете почему? Потому что Он В принципе Нолбук тихо Не падать Он в принципе Прошел тот же путь По которому сейчас Иду я Все сам Все сам Ребята Все Все Вот все в жизни Всего добивается Человек сам Он заработал на эту жизнь Понимаете На эту квартиру На эти машины На эту красивую жену Это его безупречно Красивое тело Это его тело Понимаете Он не жирный какой-то Двадцатилетний Парень Который понимает Что все Все Мне двадцать лет Я толстый Страшный Никому не нужен Он сколько ему За тридцать пять Да он подкачанный мужик Да с ним любая баба пойдет Понимаете Я ему в этом плане Завидую И если бы у меня Предоставилась возможность Мне предоставилась возможность Пообщаться с ним Я бы этому Конечно с радостью Я бы с радостью С ним дружил Не в том плане Деньги Мне не нужны его деньги Ребят Мне нужен Нужен его опыт В плане Как правильно Проложить путь К успеху Вот Вот эта информация Мне скажем Альдюбы нужна Ну и дружба Соответственно Вот такие дела Ребята Такие дела Хотя Заметьте До шантажа Я не знал Кто такой Дюба Ребята Я не знал Вы скажете Женя Темный лес Ну вот Я не силен в футболе Поэтому Поэтому как так Ребят Давайте Сколько там Десять минут Нам рассказываю Подытожим видео И Что не нужно делать Первое Ни в коем случае Не нужно Вестись На шантажиста Ни в коем случае Нельзя давать ему деньги Потому что вы подкармливаете Эта армия шантажистов Еще больше будет становиться И не факт Что он Через месяц Вам не напишет Скажет Слушай Что ты Пять тысяч долларов Немало заплатил Плати мне больше То есть Ни в коем случае Не нужно Вестись Можно помучить Если вы Чувствуете Что у вас силы есть И третье Врите людям Врите Что это все неправда Что вас шантажировали Что вас взломали В общем Все неправда Хорошо Есть какие-то Вот у вас Вы с какой-то проблемой Столкнулись На данный момент И не знаете Что придумать Напишите мне ватсап У меня в общей информации На ютуб Есть ватсап Мы с вами вместе Что-то придумываем Хорошо ребята Для меня это опыт Для вас Хороший совет Вот так Все Коршуны Коршуны мои Спасибо за просмотр Еще увидимся Пока 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 Увидимся Пока